Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжать. Так, в этой серии мы с вами сейчас слетаем вот туда, видите, где кулак, 1600 метров, сейчас туда слетаем и попробуем отсюда выбраться, доберетесь до точки эвакуации, я на это надеюсь. Да, не обращайте внимания на мой беспорядок, у меня просто вот здесь все, свободное место закончилось и чемоданы я делать не могу, что туда все сложить. Так что, как-то так, так ладно, что нам нужно, нам нужно будет с вами сделать сейчас усиленный скафандр, ну, понадобится рулон, свинцовая краска и алюминий. Так, алюминий, мало ли, если вам понадобится, сейчас покажу, алюминий можно добыть вот в таких вот астероидах, они бывают здесь вот такими лежат, вот видите, как вода здесь, только на астероидах бывает вот тут алюминий. Понадобится вам дрель и вам нужно будет стекло, стекло у нас находится конкретно вот в этом вот месте, надеюсь, вам видно, где мы с вами замерзали, помните, где у нас солидень, вот туда, для стекла, для добычи вам понадобится щуп. Ну, а все остальное, краска у нас находится вон в том месте, так что давайте сделаем сейчас себе скафандр. Скафандр, плюс тут есть такая штука, как можно будет потом сделать все двойной шарик, но нам нужен будет презерватив, а у нас, к сожалению, только один. Вот он, если бы я знал бы, я бы его не тратил бы для одного шарика, для вот этого вот, а разобрать я здесь вещи не могу, не знаю почему, но они у меня не разбираются. Ну, чтобы вы поняли, вот кислородный баллон, взять, бросить, вот он лежит, если даже из руки возьму дрель, и начну сверлить, и не получится, видите, я просто забираю его себе в инвентарь. Так что, как-то так, так ладно, давай делаем сначала краску. Дальше снаряжение, вот усилие скафандра. Так, все, сейчас полетим в точку эвакуации с вами, наконец-то. Сейчас мы это все выбросим. Точнее, уложим все красиво, так выпить водички, съесть, съесть, выпить. Все. Надеюсь, нам этого хватит. Какая-то мы с вами долетим. Все. Поехали. Расставил две станции кислородные по пути. Чтобы можно было заправляться, если что. Но нужно больше. Я так понял, реально нужно больше. Потому что здесь материала много летает. А вот, чтобы его собрать, мне кислорода не хватает. Вот это вот место, где мы с вами стекло собирали. Вам щуп понадобится. Потому что руками обычными его взять не получится. Так, 1300 метров, хорошо. Я специально расставил на таком расстоянии, чтобы я мог пролететь от базы до кислорода, не используя ускорители. Ну, то есть, видите, у меня остается еще 40 секунд в запасе. Так, сейчас мы немножко дозаправим. И полетим дальше. Так, все хорошо. Что у нас тут? Ну, еще, в принципе, есть, но можно будет делать с вами... Эти, как его, дозаправку этих баллонов. Увы, они не вечные. Так, сейчас долетим до этой станции. Заправимся. И полетим вот сюда. Так, предлагаю немножечко... Немножечко ускориться. Все. Не знаю, можно ли будет сделать улучшенную эту штуку. Ну, вот этот вот жинзак. Ускоритель. В дальнейшем. Либо нет, либо мы сейчас просто улетим, и на этом игра закончится. Хотелось бы, конечно, самому построить здесь себе корабль, и потом улететь на вот эту вот планету, исследовать его. Но я думаю, навряд ли, да, разработчики такую функцию предусмотрели, что мы сможем отправиться на планету и здесь выживать на ней. Так. Выполняем запасы. Отлично. И полетели. 800 метров. Должно хватить. И да, без кофандера сюда лучше не лететь. Потому что вас радиация убьет. Да, здесь я добывал стекло, и, по-моему, что-то еще и добывал. Не помню. Береги обнаружена часть капитанского мостика, откуда должны руководить эвакуацией, но в данном районе не замечено никакого движения или сигнала. Вероятно, все погибли. Осторожно, радиация. Не, ну у нас костюм-то есть. Правильно? Муж костюм одели? Нет. Вот и все. Забыл костюм. Теперь нормально. Да, радиация идет все равно, но не до такой степени. Да, плюс у нас с вами есть кислородные свечи. Я думаю, нам должно хватить кислорода, да? Ну вот кислородная свеча есть. Давай посмотрим, может здесь какой-то новый материал мы найдем. Тут, в принципе, 300 метров, не так уж и далеко. Детка и видеть рядом стоя капитанский мостик. Это прекрасно. Так, связь, мостик нету, все гибнули. Для доступа к мостик необходим код админ 123. Хорошо, что у нас здесь внутри есть. А внутри, к сожалению, ничего нету, да? Ладно, осторожно, радиация. Понял, понял, понял. Кислород не вечен. Так. Ага, нам выше. Нам немножечко выше. Во, да. Капитанский мостик сильно пострадал, но основные системы функционируют в штатном режиме. Бля, у нас тут даже кислород есть с вами. Прикольно. Так, пароль у нас. Блокировано. Если удастся проникнуть внутри, есть шанс отправить сигнал бедствия на ближайшую планету или хотя бы пнуть труп капитана, который все это допустил. Либо пнуть труп капитана. Так, что это взять? О, у нас дрель есть. Это что такое чинить? Блок питания. Нужен лом. Хорошо. Давай возьмем в руки лом. Попробуем починить. Есть. Отличным. Так, убираем лом. Навести пароль. Так, 123. Давай. Вот и ключик. Щикарно. Что могу сказать? Так, открываем. Так, с возвращением на борт капитан. Шикарно все. Полетели отсюда. Поехали. Влетели, проверяем. Похоже, это будет долгий день. Жесть. Так, глава вторая. Секреты. Брокколи. Удивительно, но ваша попытка доломать лайнер может привести к положительным результатам. Я мог бы выяснить природу данного феномена, но для этого необходимо раскрыть некоторую конфиденциальную информацию компании Brasset, что противоречит протоколу безопасности и ни один скафандр с искусственным интеллектом вам ее не выдаст. С другой стороны, данная информация нам крайне необходима. Глупых скафандров с мертвыми носителями вокруг полно. И никто даже не узнает, если вы прибегнете к старому доброму методу пыток. Например, дрелью. Дрелью, да? Нам нужно дрелью добыть. Дрелью информацию. А где именно? У кого? У кого нужно будет добывать дрелью информацию, он мне скажет. Так, я так понимаю, нам сюда нужно лететь, правильно? Или куда? А где нам нужно добыть информацию дрелью? Так, давай попробуем слетать, посмотрим. Что у нас тут есть? Блин, и точек даже нету никаких. Чтобы узнать, как вы добили снижение радиации, необходимо вычислить координаты попадания капитанского мостика в лайнер. Именно с этим нам смогут помочь грабы агентства Брэссидж. Но нам по-прежнему требуется инженерный челнок, а лучше сам инженер. Угу, то есть нам нужно будет сейчас скрывать с вами что-то, да? Правильно я понимаю. Так, ты кто? Впереди инженерный челнок. Не понимаю, как вы так быстро все находите. Неужели из-за моих подсказок? Так. Давай разобьем, посмотрим, ты кто. Так, хорошо. Титан. Ляма, титан добыли. Прикольно. Хочу еще немножко добыть. Кислород есть, могу себе позволить. Реально, могу себе позволить немножко здесь полетать. Так, это кто? Так, требуется щуп. Хорошо, давай. Берем щуп и добывать. Так, топливо, смола. Ага. Отлично. Смолу добыли. Нужно эту штуку разбить. Посмотреть, мало ли, может что-то полезное будет. Нет, ничего полезного нет. Это что такое? Сканировать, а у нас нету, да, сканера с вами? К сожалению, у сканера нет. О, у нас здесь есть кислород. Прикольно. Так, это кто? Снаряжение, предметы. Топливо. Топливо можно сделать из чего угодно. Особенно, если ты закончил институт. Ага, металл, смола. Ресурс изолента. Но изолента там не нужно, да? И компенсаторы. Если точнее, устройство для эффективного распределения для электроэнергии. Использующая щелочь, очищенный металл. Но щелочь у меня есть в этом... Как его? На моей той базе. Так, ты кто? Крут. Ля, вот это заберу. Ага. Хочем у нас всех календарях женщины. Это же ущемление прав, мусской половина населения. Согласен. Так, ты кто? Можно ли тебя изучить? Забрать. Изучить. Межгалактический принудительный обмен специалистами. Удобно, эффективно, но пока остается фантастикой, к сожалению. Блин, мне нужен сканер, ребята. Мне нужно реально сканер. А где сканер у нас на... У нас находится... Честно, я без понятия. Инвентарь полон. Угу. Ну, давай выпьем. Нет. Давай выпьем. Все, отлично. Вам нужен сканер. Я не знаю, где сканер. Я сканер так и не нашел, если честно. Хорошо, давай еще посмотрим, что у нас здесь есть. Снаряжение, инструменты, предмет. Так, большая кислородная свеча. Ага, батарейка титан, смола. Плюс 200 кислорода. Угу. А вот это уже неплохо. Вот это уже неплохо. Топливо. Не знаю, зачем нам топливо, ресурсы. Так, без этой небольшой коробочки, космические корабли горели бы в три раза чаще. И два раза ярче. Так, кислородная станция, алюминий. То есть, можем сделать еще одну кислородную станцию себе. Блин, знаете, что предлагаю, я предлагаю поискать. Поискать этот, как его, сканер, где мы можем с вами его найти и сделать. Так, ты кто вообще, могу ли я тебя... Не могу, да? Вот это вот плохо. Так, ну здесь я могу добыть обшивку. Секатор. Так, интерпол, хорошо. Питательный набор. Яичко. Нам будем. Давай смотреть. Так, ты кто? Так, что нужно? Требуется дрель. Хорошо. Нет, нет, я все скажу, я признаюсь. А, не надо. Что это было? Я предлагал пытать другие скафандры. Это же логично. Да я вообще говорить больше не буду. Ладно, долой старые обиды. Вы же не думаете, что, вероятно, вам требуется пояснение, которое вы не можете получить из-за отсутствия диалогов в игре. Так вот, их не будет. Найти инженерный... Я не могу нарушить протокол безопасности. Это не он? Ну да, вот это вот он. Похоже, он брился бензопилой во время крушения. Другого объяснения таким повреждением скафандра я не нахожу. Нам нужен более целый экземпляр или другие куски этого. Рекомендую обследовать местность. Так, ага, будем сейчас местность с вами исследовать. Хорошо, давай пошли. Так, а я могу теперь вот это вот взять. Электроника. Ага, прикольненько. Инвентар полон. Блин. Надо будет, наверное, слетать домой. На нашу вон ту базу, да? Попробовать приготовить еще кислородную свечу, возможно. И дальше продолжать. Потому что у меня здесь вместо реально в инвентаре нету. Но надо будет либо перенести весь наш лут, который у нас есть вот сюда. Давай сложим его. Или я не знаю. Просто две базы не хотелось бы иметь. Хочу, чтобы у нас было на одной базе. Так, отлично. И давай, наверное, игрушки тоже сложим. Все, шикарно. Блин, как думаете, стоит ли нам... Стоит ли нам с вами лететь на нашу первую базу, переносить все сюда? Что-то мне кажется, что да, ребят. Так, где еще один? Блин, вот в таких моментах я сразу теряюсь. Вот. Оно разлетается? Не заметишь. Так хорошо, 80 метров полетели. Полетели изучать. Блин, сколько же титана. Похоже, здесь ничего нет. Посмотрите другие обломки. Угу, хорошо. Так, питательная жижа. Полетели. Да, свеча здесь кислородная точно нужна. Че, это не свеча кислородная, а... Похоже, здесь ничего нет. Посмотрите другие обломки. Станция для заправки. Так, давай тебя используем. Все внутренние помещения вырвало при разгерметизации. Угу, можно заглутать тебя, будет, да? Для металла, очищенный есть. Хорошо. Сканер мы нашли. Во, ребят, мы сканер нашли. Так, предлагаю вернуться. Предлагаю вернуться. Ура, ура, ура. У нас теперь есть сканер. Теперь мы можем... Понять, что нам нужно для починки. Так, дай сюда. Где наш сканер? Или он у нас уже в руках? Ага, я же могу тебя крафтить уже, правильно я понимаю? Снаряжение, инструменты, сканер. Так, батарейка, пластик, лампочка. Блин, а лампочку я не знаю, где тут это быть. Так, штурвал, плачная часть схемы. А какой схемы? Где эта схема? Все, больше ничего не нужно изучать. Я просто помню, у нас дома еще было, что изучить. Турвал, хорошо. Полетели дальше. Смотреть с вами. Сейчас, секунду, секунду, секундочку. Все, полетели. Лутаться пока мисс не буду. Возможно, без записи полутаюсь. Надо вот это вот посмотреть. Что здесь такое? Так, осмотреть. Это сейчас хозяина челнока или хозяев, трудно сказать, принадлежат ли останки одному человеку. В любом случае, это не подходит. Нам нужно кое-что пониже пояса, если вы понимаете, о чем я. Понимаю, полетели. Так, а детка нам все пишет. Интересно, найдем ли эту детку с вами, или бы не найдем. Да, я думаю, надо будет, наверное, сюда переносить все наши вещи. Что это? Неужели это та самая часть, о которой я думаю? А, нет, это всего лишь палец на... Так, это не подходит. А тебя мы можем разобрать, же правило? Так, нужна магнитная отмычка. Хорошо. Полетели. Так, отлично. Не трати пока большие, не вижу смысла. Похоже, здесь ничего нет. Осмотрите другие обломки. Большие ставим луча на потом. Странное место, но может быть что-то полезное. Думаешь? Осторожно, радиация. Прочность инженерных отсеков впечатляет. Их даже такие астероиды не раздавили. Это оно. Я не был уверен, что у инженера вообще сохранились ноги, но нам повезло. К сожалению, в связи с протоколом безопасности, я не могу сообщить вам, что особые магниты, встроенные в его инженерные ботинки, могут быть использованы для незаконного вскрытия задней панели гробов агентства Брессиш. Мы то есть можем теперь это все открывать. Хорошо. Вероятно, вам все же необходимо некоторое объяснение. К сожалению, это не то, что мы ищем. Хотя я бы на вашем месте задумался пересмотреть. Остроумная игрушка с неостроумным названием. Разработчикам явно по 13 лет. Не самый полезный предмет в космосе. Так, схема ремонтного инструмента. Отлично, хочу посмотреть, что у нас здесь с вами есть. Что-то мы забрали. Так. Ага, я могу тебя изучить, либо ты у меня уже... Уже есть, да? Вроде уже есть. Хорошо. Так, кислород не вечен. Полетели домой. Полетели домой. Так, хотя не, погоди. Давай, наверное, сначала мы с вами попробуем открыть. А где он делся? Где-то я здесь его видел с помощью магнитной отмычки. Сейчас мы пополним с вами запас кислорода. Вот так вот. Там, давай, поедим. И попьем. Так, палец. Ну, палец мне явно тут не нужен бой, да? Сложить. Металл сложить. Титан тоже. Трика. Не надо, не надо, не надо. Сюда. Так. Что-то пролагало немножко. Что мы можем? Снаряжение, инструменты. Так, ремонтный инструмент. Алюминий, очищенный металл. Толщина изолента. Так, вращительными движениями и хорошим ударом устраняет гайки, болты. И детское непослушание. Ага. Магнитная отмычка. Раньше она называлась фомкой. Что мне нужно? Алюминий 2, батарейка. Магнит, утолщенная изолента. Магнит. Магнит, магнит, электроника. А как мне сделать магнит? Наверное, нужно будет взять в руки что-то, да? Что-то у меня. Так, ресурсы. Желтая вода. Батарейка. Блин. Как же сделать мне магнит? Так, дай сюда, дай сюда. Смола. Не знаю. Но с титана мы вряд ли магнит сделаем, да? Так, давай возьмем, возьмем. Посмотрим. Так, электрокомпенсаторы, если точнее, устройство для эффективного распределения электроэнергии. Станции не то. Ресурсы. Снаряжение, предметы. Так, штурвал. Ага. Инженеры давно пытаются сделать удобную систему управления кораблей. Отлично. Неизвестно. То есть мы с помощью... Вот этого штурвала сможем улететь отсюда? Или нам нужно будет дальше здесь исследовать? Блин, у меня столько вопросов. Я прям кайфую, если честно. Так. Снаряжение, снаряжение, инструменты. Алюминий. Алюминий, алюминий. Алюминий у меня нету, алюминий у меня находится дома. Алюминий у меня находится дома. И если я сюда... Погоди, а что у нас по поводу сканера? Сканер, сканер, сканер. Металл, батарейка, пластик, лампочка. Вот лампочка. Не знаю, где мне лампочку взять. Ладно, давай, наверное, это все мы пока не выложим с вами. Сделаем так. Есть, есть, есть. Магнитной отмычки у нас с вами нету. К сожалению. Я просто не знаю, где мне магнит добыть. Возможно... Возможно, в коробках они могут быть. Блин, тут... Возможно, в таких коробках здесь может быть магнит. Конечно, я сомневаюсь, но... Давай посмотрим. Так, что мы добыли? Так, требуется щуп. Хорошо. Ножницы, ножницы. Так. Давай возьмем щуп. Нет, щуп. Где нащуп, где нащуп? А, а, а вот он, да. Я просто думал, что мы его потратили. Потратили. Так, смола. Отлично. Нам нужны еще такие ящички. Для добычи. Ну, в любом случае, здесь магнит где-то должен быть, правильно? Хотя, может, с помощью двух батарейки металла мы сможем с вами магнит сделать. Но тут его нету, видите? В чем проблемка? Здесь нету магнита. Да и подсказок, как таковых, тут тоже нету. Так, тут 30 метров. Что это у нас тут? Ну, здесь мы вроде были. Давай еще залетим, посмотрим. Ты же внутри, правильно понимаю. Стоять. Сканировать. Вам нужен сканер. Где-то, где-то, где-то. Вот. Фортепиано. Зачем мне фортепиано? Скажите, пожалуйста. Так, дай мне вот так вот. И дай мне, пожалуйста, магнит. Во, есть магнит. Ребята, шикарно. Полетели, полетели. Я же говорил, что должно быть в этом, как его, в коробках, в этих. Да, я сейчас без записи потрачу время и перенесу все запасы своей стой базы в эту базу. Наверное, я не знаю, стоит ли это делать не стоит. Но, раз надумал, то думаю, нужно делать правильно. Так, снаряжение, инструменты, магнит есть, батарейка, алюминий, толщина изолента. Батарейка, алюминий. Так, электроника. Блин, а у меня батарейки нету, да? У нас нету батарейки. Я и батарейку могу делать вообще или нет? Так, снаряжение, инструменты, предметы, ресурсы. Вот, батарейка, металл, щелочь. А это все у нас находится на той базе. Ну, то есть на нашей изначальной. Так что, в любом случае, нужно переносить все сюда. Тем более, места у нас тут много. Я думаю, все поместится, правильно? А все, что не поместится. Ага, лампочка даже есть, отлично. Будем опять на полу здесь с вами сложить. Так, строительный набор переложить. Что нам дает? Наверное, понадобится нам в дальнейшем. Так, предлагаю вот сюда вот такие вот штуки складывать. Так, шикарно. Магнит, лампочка, ножницы. Ножницы можно сюда. Давай магнит оставим. Хотя ладно, пусть тут тоже будет магнит. Больше мест там будет для переноса, правильно? Правильно. Так, что у нас там? Секунда. Секунда, что у нас тут по времени? Получасика, да? Ну, я думаю, в принципе, на этом можно и заканчивать. Будем такими коротышами записывать. Без вас я дальше проходить не буду. Единственное, что я сделаю, это сейчас полечу, заберу все свои вещи, перенесу их вот сюда. Нужно будет сделать, наверное, будет 2-3 вот такие вот перебежки. Потому что у меня там еще лочь остался, и металл остался, а здесь все новые компоненты. Плюс еда, вода там. Батарейки вроде бы были. Так что, как-то так, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. Ты живая? Не подумай, что я хочу, чтобы было не так. Мне просто страшно за твоя. Да-да-да, я живая, все хорошо. Так, вскрыть парочку гробов. 200 штук. Да, сделаем отмечку, и без вас скрывать не будем. Как раз у нас там пару эти, как и он. Гробов есть, нужно будет там повскрывать. И здесь тоже нужно будет потом это все поделать. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. И до потом, ребят, мы услышимся.